Уфимские болельщики совсем недолго скучали по любимой команде. Уже через 8 дней после феноменального матча Салавата-Юлаева с Сибирью в гости к юлаевцам пожаловала Тольяттинская лада. Порадовал и состав Салавата, потому как наконец появились восстановившиеся после травм Нестеров и Сойн, а также дебютировал новобранец Дмитрий Мальцев. Соперник же был интересен в первую очередь тем, что за Волжан выступает воспитанник нашей спортшколы Ефим Гуркин и экс-форвард нашей команды Никита Филатов. Оба появились в стартовом составе и не скрывали радости от игры в Уфе. Здесь в Уфе всегда хорошо болеют и, конечно, приятно приезжать домой. Ну, эмоции зашкаливают. Как-то по-особенному настраивался на эту игру? Ну, старался не думать, не из-за этого головы себе не забивать всякими мыслями. Так что играл как обычно. Первый период, как это часто бывает в нынешнем сезоне, не удался уфимцам. Подопечные Игоря Захаркина выглядели какими-то скованными и забить не смогли, впрочем, как и гости. С самого начала второго игрового отрезка хозяева серьезно взялись за дело, после чего оборона тольяттинцев стала давать сбои. В Салавате много классных исполнителей, которые быстро наказали соперника за это. Сначала свое веское слово сказала наше ударное трио атаки, которое соорудило чудо-комбинацию с блистательным завершением Лисиным. Недолго пришлось ждать и второго гола Юлаевцев, который состоялся благодаря гениальной передаче Уморка и хладнокровному исполнению Хрипунова 2-0. Только вот расслабляться было рано. Лада в нынешнем сезоне очень боевитый соперник, что волжане и подтвердили, сравняв счет еще до перерыва. Гости его все могли вести в счете, но их третий гол состоялся уже после сирены. За всем этим действием в исполнении команд пристально следили игроки волейбольного клуба «Урал» под предводительством тренерского штаба. Оказалось, что волейболисты уже не в первый раз на хоккее и прекрасно знают о сходствах этих видов спорта. Очень много сходств, поэтому они так и называются коллективные виды спорта. Здесь очень много взаимопонимания партнеров на площадке, как они чувствуют игру, как они к ней готовятся. Мне кажется, здесь очень много схожего. Единственное, что в волейболе мы не можем воспользоваться силовыми приемами. Заключительный игровой отрезок начался с очередного испытания для юлаевцев. Теперь уже в виде четырех минут игры в меньшинстве. В непростой ситуации наши хоккеисты проявили несгибаемый характер, а на экваторе периода вновь заставили бурно радоваться всю Уфа-арену. Лесин технично разобрался с Масальскисом на пятачке, классно завершив момент, который для него создали партнеры. Ну а точку в этой напряженной встрече поставил Капризов. Его кистевой бросок попал точно в домик галкиперу «Лады» 4-2. Мы рады, что победили дома. Опять пришло очень много людей, они нас очень здорово поддерживали. Вообще отличная атмосфера на арене. И мне кажется, мы сегодня много хорошо боролись. Была хорошая игра. В матче с «Ладой» главный тренер «Юлаевцев» Игорь Захаркин представил на суд зрителей оригинальную модель звеньев атаки. Неожиданно для многих уфимцы в первой половине встречи играли в пять троек нападений, используя двух дополнительных форвардов, заявленных на игру вместо защитников. Стоит признать, что выглядела такая идея очень интересно. Я не знаю, будем мы так продолжать или нет, потому что, наверное, нам пока еще рано играть в три пары защитников. Но обстоятельства сложились таким образом, что мы вынуждены сейчас играть в три пары. И поскольку наша молодежь позволяет нам дополнительно использовать двух игроков сверху, то пока мы это будем использовать. Но будут играть они или нет, я сейчас сказать вам не могу. Победная игра после первой паузы сезона стала прекрасным началом второй части чемпионата. Нужно продолжать усердно трудиться и тогда белую-зеленую машину точно не остановить. Эдуард Хизбулин, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев».